I have ways of blowing things up. Что с ним произошло, потому что, ну, по голосу он звучал там как 10-12-летний ребенок, никогда дети не должны проходить через такое, через что он прошел, потерять отца, вот этот чертов отчим, дети, евреи, война, в общем, как вы понимаете, на нормальном здоровом детстве это никак нормально отразиться не может, поэтому он и стал, ну, грубо говоря, моральным уродом. Да, он сделал отвратительные вещи, но, во-первых, он всю свою жизнь пытался держаться, пытался быть, ну, пытался, он был художником, он воспитал Томаса, он сделал много чего хорошего, просто под конец он не сдержался, и вот это вот внутреннее чудовище им завладело. На самом деле я сочувствую ему очень сильно, именно Ричарду, он несчастный человек с несчастной судьбой. Хорошо, теперь, теперь мы знаем, что наша героиня, она была здесь, когда она была маленькой. Как она попала вообще в детдом? У нее она была найдена с ожогами. Сколько ей там было? Три-четыре года, может быть, пять лет. Она была найдена с ожогами. Она, скорее всего, осталась сиротой, именно потому, что здесь в Ниве произошла резня, и ее родителей убили. Или же, просто как получается, что у нее есть сверхспособность. Я думал, что, возможно, она, это и есть Лилия, просто с ее убийством у нее как-то раздвоилась личность, но, скорее всего, это не так. О, записки смотрителя. Открытки. Да, да, это круто, я хочу это почитать, давно мы ничего не находили. Привет, любимая, я, как всегда, весь в работе господина Рекович, который Томас, если что, говорит, что больше гостей приезжать не будут. Ну, ничего страшного, для меня тут еще есть много дел, вот только очень хочется тишины. Поэтому, почему они все, оно все болтает и болтает? Очень скучаю, F. Оно, это, скорее всего, вот то существо, и я думаю, что F. Что-то у меня пришла в голову такая мысль, а, типа, что если F тоже был видящим, ну, то есть он же, он же говорит, что столько людей, столько много, и они все мертвы. Я думаю, что он тоже мог видеть, возможно ли, что мы дочь хранителя? Ох, блин, это было бы, кстати, интересно. Как он там? Нет, не давай ему трубку, я работаю, просто скажи, как он. Хорошо, передай, что я скоро вернусь. Вспоминания очень слабые. По какой-нибудь спичке в гаганском морозильнике. Также у нас есть вот этот вот товарищ, который постоянно звонит по телефону и говорит, что у него тут какое-то задание, и он скоро все сделает. Но при этом он звонит домой и спрашивает про... Погодите, про кого он может спрашивать? Как он там? Он может спрашивать про своего сына. А может спрашивать про... Допустим, отца, который инвалид. Так, хорошо, хорошо. Давайте... Теории, 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 теории это хорошо. Чем больше теорий, тем ближе мы придем к истине. Ну, такое ощущение, что я кручусь где-то возле правильного ответа, но пока что то ли не нащупал его, то ли не определил, не могу его найти. Посмотрим. Давайте еще пособираем улики. По крайней мере, вот эти вот игра, честно, интересная. То есть есть какая-то история. И к тому же, кстати, ребятушки, кроме того, что явно эта девочка приходит к ней с детства, она ее видит с детства. Она тоже медиум, что, скорее всего, передается каким-то семейным путем. И ее открытка здесь из Нивы, то есть она с Нивой тоже связана. То есть понятно, что она вписана во всю эту историю. С кем она разговаривает? Вот эти вот интерлюди, которые у нас происходят, где она пьет чаечек вся такая замызганная, она же с кем-то разговаривает. Кто это? И раз она пьет чаечек вся такая замызганная, значит, у нее не было времени еще привести себя в порядок после всего этого кавардака. Или кавардака. Будь активна, пожалуйста. Но я хочу... О, блин. О, спасибо! Я уже разочароваться успел. Reclaiming History. Ну, давайте почитаем. Отвоеванная история. Памятник истории форт постройки 19 века будет восстановлен и открыт для широких публик. Для широкой публики. Работы начнутся в следующем году и продлятся до 83-го. Мы идем в форт. Давайте не надо, блин. Until dawn. Там лампа горит. Виндиго мне тут не кинется сейчас в это, в окуляр. Что мы еще видим? Мы видим лес. Так, у нас сейчас, кстати, как справедливо было замечено, 99-й год. В самом начале у нас был календарик на 99-й год. Отсюда и Клинтон, отсюда и все. То есть, вся эта трагедия с Нивой произошла в 80-х. О, серьезно, бедняжка. Интересно. Любимая, я ведь уже рассказывал о дочери господина Рековича, Лилиане. Сегодня ей исполнилось 16. Из-за болезни бедная девочка даже не отпраздновала свой день рождения. Но знаешь, она напомнила мне о нашей Ане. Ну и день рождения в следующем месяце, верно? Жаль, я не смогу приехать. Я нужен господину Рековичу. Я просто обязан остаться, помочь ему, как он когда-то помог мне. С любовью, Ф. Как когда-то он помог мне. Это тоже интересно. Ну, то есть, мы знаем, что Фрэнсис тоже ясновидящий. И я думаю, что Томас держит его здесь для своих проектов. То есть, ему нужна помощь именно вот в духовном плане, я так понимаю, да? Это у нас экологическая тропа. Эдюкейшнл это образовательная. А вон там этот парк природы. То есть, эдюкейшнл это же образование. Почему я что-то путаю? Экологическая. Бред, ладно. Переводчики натупили. Опа-опа-опа-опа, стопа-стопа-стопа. Тут у нас есть еще такая штука. Природный парк Нива. Природный парк Нива построен на средства правительства Польской Народной Республики. ПНР. Если что. Польша. Когда заходит про Польшу, про Вторую войну. С Польшей происходило много страшных вещей. Как будто до Второй войны с Польшей происходило много страшных вещей. Просто это как была такая... Не то, что вишенка на торте. Гиря на торте такая сверху по величине. Звучало очень знакомо. Возможно, воспоминание известно. Это было какое-то место или что-то... Так, это у нас высокая... Выставка редких деревьев и видовая тропа. Ну, пойдемте на выставку глянем. А что за музончик там играет? Я не хочу сюда идти. У меня начала моргать лампочка. Я знаю, что это значит, когда начинает моргать лампочка. Спасибо. Пойдемте на обзорную тропу. Открытки так и сыпятся. Любимая, мне все сложнее не обращать внимания на сложившуюся ситуацию. А хуже всего то, что я начинаю понимать, что на самом деле происходит без... Бедная девочка заперта в клетке, словно животные. Дети не должны жить в таких условиях. Неужели она настолько больна? Господин Рякович говорит, что это ради ее же блага. Но я начинаю сомневаться. Как бы я хотел тебя увидеть. Люблю тебя, твой Эф. Ни одна из этих открыток, напомню, не отправлена. Потому мы их и находим. А тут у нас выход из редких деревьев, да? А с этой стороны лампочка будет моргать? Тут явно какое-то возмущение. Да, это у нас просто петелечка такая. Но то, что лампочка моргает, это... Ну ладно. До этого, по-моему, я замечал, что лампочка моргает только в том случае... Ну-ка. Если рядом вот эта тварюка ходит. Но здесь лампочка моргает просто из-за какого-то паранормального возмущения. И да, там на табличке было написано, что это выставка деревьев. Но там было сказано одного дерева. Я думаю, что вот оно, вот это вот дерево. На которое можно прийти, посмотреть какое-то экзотическое. Ну хорошо, хорошо. Значит, лампочка у нас моргает не только на появление урода, но еще и на всякие паранормальные вещи. Ну, там вроде как я не нашел никакой точки соприкосновения. А это не та ли случайно могила, к которой мы подходили с другой стороны? Помните, мы с вами подходили к этой могиле, а она светилась. Только мы, по-моему, сверху были тогда. Мне кажется, это вполне может быть оно. И, наверное, я не буду бежать. Опять вот идет возмущение эктоплазмы, да? Так. Ничего тут нам пощупать, полапать не дают, к сожалению. Ну, то есть, дорога в форт практически пустая. Было пару записочек, пару открыточек, которые нам оставил Фрэнсис. Но... И все. Кстати, мост. Кстати, мост. Помните, как девочку застрелили вначале? Она бежала через лес, собственно, через который мы только... Сейчас, скорее всего, идем. Потом она добежала до пирса, и на пирсе... Ну, мы не видели, как ее застрелили, но игра нам, типа, такая... Или это клиффхенгер был, или... Ладно, сейчас посмотрим. Боже, еще один. Такое ощущение, что они скнили изнутри. Оленинки мы сегодня не покушаем. Это печально. А, забраться? Забирайся. Вспомнили про кнопку И? Про то, что она, в принципе, существует. Ну, просто разбитый мост, который мы обошли. Да, с этой стороны я даже зайти тут... Туда не могу. Да, он завален деревом. Хорошо. Ворона, валяй отсюда. Ну, ворона. О, еще одна оленина. Животные, словно... Выжили досуха. Выпили из них всю жизнь. Чупакабра? Охотник на оленей там. О, кат-сценка пошла. Давайте посмотрим. Что-то тут оленей пьет из трубочки. Давайте заценим. Я думаю, это невидимая фиговина набирается. Сил ходит, тут оленя жрет. Охотник на оленей. Ты жуткий меня напугал, приятель. Нет, не напугал. Чей у тебя ботинок, покажи. у тебя и погодить не беги за ним собака в отличие от тебя способна себе позаботиться это если что был намек на то что не собака но я не знаю сколько хорошо или плохо это прозвучало как пройдите через лес мы можем пойти туда можно да она хочет чтобы мы туда за ней пошли я понимаю кемпинг-спот и еще так к речке туда девчонку в девчонку стреляли на речке река висла палачный лагерь так ну ладно пойдем за песен так разрабы официально заявляю если с песелем в этой игре хоть что-нибудь произойдет я побежал своим новым другом надежде что он знает дорогу помню думала что он приведет мне к своему хозяину он тапочек принес какому хозяину как он смысле не привел но он к трупу приведет там еще кстати одна развилка была это не тот огонек который мы видели что такое песик ли за принадлежность полотенце бриолин местные дети за собой следит уж не фрэнсис ли это шутка приятель погоди я ну-ка что тут у нас вкусняшка прочитать и не могу это он dog food чау-чау чувак я сейчас угощу обязательно держи подкрепить дружище это очень воспитанный пес когда вокруг нету ни людей никакого запрещающего фактора не подойти не сорвать это с тумбочки чтобы похавать ты красавчик чувак чё тебе скажу пойдем дальше ну если следует за тобой давай ну-ка есть там кто кстати костер еще теплый грубо говоря там кто-то есть не жаль не так жаль чёрт я так хочу видеть тебя снова так по тебе скучаю фрэнсис зачем мне остался зачем выпустил они все мертвы из-за меня что за черт но это фрэнсис я все еще здесь почему тупая что ли явно что нет тебя тут тоже не должно быть вижу тебя значит что я она тебя видит она я угорел что я не доверяю печаль кида ну конечно на что ты рассчитывал марианна анна марианна ну ладно осмотреть давайте последняя открыточка я так полагаю да сожалению я лишь хотел чтобы она снова видела солнце мне очень жаль так хорошо дайте проанализируем томас после инцидента с ричардом держал свою дочь под замком пытаясь ее вылечить возможно она во что-то мутировала кстати 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 я я кажется понял мне кажется так смотрите давайте давайте секундочку допустим что после инцидента с ричардом с печалькой что-то случилось и учитывая что она дочь томаса что она также обладает этими паранормальными возможностями получим при под предположим что тварь вылупилась из подсознания печальки так вот он держал подсознание печальки в клетке а фрэнсис тоже будучи экстрасенсом видел что он держит ее в клетке теперь почему нянька убила ричарда я думаю что мы с вами это помним что в няньку вселился демон и так вот этот демон это было подсознание печальки которая вселилась в няньку и которая таким образом хотела отомстить и ричарду и убить его а то самую первую сцену которую мы видели изначально кто-то пытался застрелить тело печальки то есть девочку саму по себе думая что застрелив девочку он избавиться и от ее подсознание возможно кстати это был сам томас черта я это я это даже не не могу отрицать возможно это был сам томас кто ее убил или же у нас есть также чувак который здесь ходит и звонит по телефону так ладно фрэнсис выпустил тварь выпустил подсознание печальки теперь она ходит и жрет здесь все и кстати мы ни разу не видели печальку вместе с тварью в одном кадре да она может говорить о ней в третьем лице но это возможно ее раздвоение личности как я в этом всем замешан мы я сначала чуть потому что возможно хотя смотрите марианна я я хотел сказать что возможно она дочь смотрителя вот смотритель моего нашли как я хочу у нашей анны тоже скоро анна марианна понимаете тоже сходится я эту теорию пока что оставлю в силе хорошо 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 в общем он ее выпустил хотел его и помочь очень жаль теперь эта тварь ходит и всех жрет все окей разобрались фотографии персонала после закрытия дома отдыха он был твоим другом да для фрэнсиса подпись я думаю ты ему дала медсестра эту фотографию прочесть фрэнсису понятно спасибо ну что фрэнк он выглядит и сушенными закнившим изнутри как я животных которых я видела и пакет на лице кстати хорошо картинка начинает потихоньку складываться пишет то есть что случилось как бы ты не понимаешь что случилось эта штука сюда идет боже опять эта тварь да это эта фигня опять я надела его потом я выросла из него и сносила не дышать все они носились ничего не подходит все не по мне ну ты падай ты выдержишь правда особенная девочка я хочу примерить тебя чертова заевшая пластинка насчет примере звучит очень двусмысленно валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим просто тупо не время тормозить не убегая хватит глючить чертов и костюмчик я щемлю короче изо всех ног просто маленький костюмчик как все валится чем-то бери а сюда это штука искажает мне экран не бросай меня здесь маленькая неблагодарная тварь черт 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 фух ну я оторвалась она отстала пройдите через руины это тот форт который восстановили ну или должны были восстановить кстати вот эта фишка в чем его собирались открыть восемьдесят третьем году успели ли это сделать или его вас тут нет вряд ли это все выглядит как руины даже не современные руины а древние ладно черт с ним раньше проверить ладно давайте без пряток пожалуйста побегушки ладно окей это было неплохо но давайте без пряток здесь такой отвратительнейше на место выглядит прям такое что пряточки сейчас будут черт в общем да процентов на 95 с половиной я сейчас думаю что вот эта тварь это и есть печалька и поэтому это лампочка дергается а тут интересно могло бы быть если бы разработчики не поленились сюда что-нибудь положить я могу сюда пройти может камеру немножечко угол камеры поменяем не спасибо блин так очень удобно а теперь мы поменяем угол камера тут на столе ничего нету пустенько 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 у вас тут офигеть как пустенько аж прямо обидно столько места куда можно было всего понасывать тут что то есть или ты перебирал как наверно перебирал когда да это чтоб перебраться бог сейчас за штука серьезно кто здесь ты же обещала я управляю это она может упасть быть осмотрительной да и по-настоящему это не может по слезь уже ты же понимаешь что здесь ты уже не упадешь да это я управляю прикиньте я могу наклоняться вправе в доски я нажимаю в бок чтобы она просто шагу в сторону сделала но не буду ладно и скрипты джек а ты джека съел блин тут какая-то фигня но нажатия на нее не могу видимо нужно зайти с той стороны что ли давайте я зайду с той стороны тут можно зайти сюда зайти туда галстучек привет что-то нет зажимчик который мы так искали не может быть так а бы может не знаю правда как его сюда припряли пока что это по моему с самого начала игры это первое упоминание о джеки за это время ну ладно как и фиг с ним это место тут так холодно и темно ладно слышите или это мы они это мы я думаю что за стенкой чапкает ну отпусти не хочет сама отпускаться приходится пире она что ты сделала со мной а признавайся ты не он ты не он а галстучек откуда это штука можно имикрировать вещи или нет если может это понятно откуда галстук фишка с пожаром пока что непонятно видите там идет эта тень внизу ты меня отправила помогла тебя уйти прикинь ты всегда ты всю жизнь отправляла людей в ад это было бы должно быть тут моря вина скам поздно моря все кончено ведь я ну давай давайте кто ты ну ну знаете забегать в разрушенные катакомбы прячась от древнего демона но я бы не сказал конец всего шеф да пролезь ты черт тебя за ногу а то это за тара то то отпусти отстань надолго от него за не не задержит валя отсюда давали отсюда болта твой выход вытащи меня отсюда болта все мы вышли мы вышли мы вышли нет мы не вышли нифига мы не вышли мне это место честно не нравится то есть санаторий было весело интересно катакомбы мне не нравятся болта спасай блин знаешь спустя пару серий я начинаю разделять свои чувства к болту вместе с тобой то есть я понимаю насколько это хорошая штука когда он помогает куда-то пройти это конечно клёво когда он спасает твою задницу это в разы лучше генератор может быть он еще работает конечно простоявший тут 20 лет конечно работает похоже топлива нет ой здравствуй резидент заперта кажется рычага не хватает здравствуй резидент найдите топлива найдите рычаг но блин ребят такое откровенное слизывание деталей нет я не знаете есть ссылку есть отсылки есть намеки а это прям давайте сделаем так же как в резиденте кстати насчет резидента скоро там чеснок через недельки полторы две у нас выходит новый резидент не знаю ребят демка уже вышла но я в нее специально не играл и стараюсь избегать демок к тому же они в их стиле она получасовая то есть тебе дают полчаса вот успеешь сделать успеешь нет ну как бы до свидания вот статьи топлива здравствуй то есть теперь нам не хватает рычагом может сразу зальем с канистры в кармане то бегать не очень удобно да раз из-за того что камеру вот так вот швыряет то есть ты нажимаешь в одно направление камера меняется опа тебя персонаж разворачивается начинает бежать в другом направлении спасибо так как тебя заправить то другого то место взаимодействия тут нету правильно так а вот сюда ты что у тебя готова они его не буду пока включать я включу когда-то буду рычаг чем будет сейчас зря работать зря шуметь прикиньте там топлива была чайная ложечка я щас включу пока буду искать рычаг это топливо закончится конечно нет тут скрипты ему не дадут закончится ну чисто по-человечески это было бы неправильно полезли мы же не можем там взять любую палку как рычаг не нам прям нужную болтов давай болтарез не подводи черт как громко да да насчет черт как громко я с тобой очень согласен в твоем положении сейчас не то чтобы не шуметь принципе как мышка забиться где-нибудь в углу и шаги иногда отображаются я понимаю что это ее шаги но отображаются как будто где-то стороне эти шаги происходят иногда я шугаюсь от этого вы серьезно они серьезно эта тварь здесь спускайся ко мне так шиби эту чертову балку давай тут будет весело твои друзья тебя ждут может надо было сразу запустить как там погодите вот так да вот так красца хотя я думаю что тоже скриптовая вся фигня нам нужно пробраться за ворота неужели ты не можешь вот здесь вот спрыгнуть чтобы пробраться за ворота не разве что этот генератор нам еще что-нибудь может вон те ворота откроет посмотрим в этом случае как раз может быть нужно было завести генератор он бы шумел и заглушал бы мои шаги меня было бы хуже слышно но если на это так посмотреть вот спасибо ладно я так понимаю из-за вот этих заборчиков сейчас будет возможно стелс возможно что-то еще поэтому ребятушки предлагаю на этом пока что остановиться под вот эту прекраснейшую мелодию до серии выйдет на пару минут короче но как раз прошло автосохранение я думаю что будет хорошо мне кажется дальше там будет по бегушке погони дать перенесем на следующий серии пока что заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодуши и всем покеда генератор а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok